Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас пост, легкого поставь всем. Глава, которую мы изучаем на этой неделе, называется Вайхи. Вчера мы с вами разобрали, как Иосиф получил два надела земли двойное благословение, то есть его сыновья, Минаше и Ефраим, получили наделы, такие же, как получил Ревен, Шимон. То есть Иосиф получает два надела. По праву первенца. Вот так. И еще Яков говорит, что тебе я дал больше, нежели братьям твоим, один участок, который я взял из рук Морея, мечом моим, луком моим. Почему это Иосиф должен получить больше братья? Братья ему опять начинают завидовать. Что это такое? Яков тогда сказал им, не потому, что Иосиф является правителем страны, куда мы пришли, а только потому, что он больше всех боится Всевышнего. Вот за это он и заслужил. То, что он получает. Что это за участок, который получает Иосиф? Наши мудрецы говорят, это Шхем. Мы об этом с вами читаем в главе Вайшлах. Что семья Якова пришла благополучно в город Шхем. Купили участок, за 100 монет, у сыновей Хихамора, сына правителя той страны. И случились страшные события с Диной. Дина вышла посмотреть на девушек той страны и взял ее Шхем, сын Хамора Хивея, возрая этой страны, царя местного. И лег с ней, насиловал ее. В общем, кончилось это тем, что ее братья Шимон и Леви напали на город и уничтожили всех мужчин. В общем, забрали этот город. Мужчины уничтожили город. Разграбили, все имущество забрали себе, женщин, детей. И теперь этот участок остался Якову. И теперь он переходит к Йосифу. Яков видит пророчество, он видит, что Йосиф будет там похоронен в городе Шхем. Вот так вот. Такое удивительное пророчество. Яков осознанно это делает. И у нас теперь два надела земли получает Йосиф плюс Шхем. Вот так. Минаше самостоятельно, Эфраим самостоятельно. А мы еще знаем, что дополнительно половина колена Минаше получит еще землю со стороны пустыни. не только в стране Кнаан. То есть тоже непростой вопрос. И Медраж говорит, что Йосиф будучи фараоном купил этот участок у Эмареев. Теперь он достается по наследству Минаше. Минаше даже не просит колена Мяше. Минаше не просит Маше отдать ему участок как попросили колена Риувена и колена Гада, потому что оно и так ему принадлежит. Другой Минраж говорит, что он его не купил, а завоевал. Вот. Есть такой тоже комментарий, что Минаше будучи военным министром Египта, он завоевал этот участок в свое время. Вот такие есть тоже у нас комментарии. Потом Яков призывает своих сыновей и благословляет каждого. И он говорит Рювен первенец ты мой, крепость моя, начало, начаток силы моей, избыток величия, избыток могущества. Стремительней же, как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, осквернил тогда восходившего на постель мою. Стремительней, как вода. Его действия мгновенные, он даже не сильно думает, то есть будучи маленьким мальчиком, ну пусть ему года четыре, он видит, что мама перестала рожать. Родила она четверых, перестала рожать. Рожает Бильга, рабыня Рахели, становится женой Якова, рождает он. Зильпа, рабыня Леи, Якова детей. Детей нет. Ревен, будучи мальчиком, бежит в поле, ищет растения от бесплодия, называется ним Андрагоры, приносит матери свои, какие-то действия уже в детстве совершает. Потом реагирует на то, что братья хотят Иосифа убить, он говорит, брось его в яму со змеями, скорпионами, лишь бы мы его не трогали. То есть, удивительно, тут вероятно, что останется живой, практически почти ноль. Ну, такие у него решения. И потом, когда мы видим ситуацию с Яковом нету уже зерна, Яков говорит, что я вас не... Вам не дам Бениамина, чтобы вы пошли в Египет, как просит правитель той страны. Рювен говорит ему, дай Бениамина мне на руки, я его приведу, а если я его не приведу, то ты умертвишь двух моих малюток. То есть, умертвишь моих детей, я знаю там Ханом, Хапалу, и там все равно на их корми, не знаю, что он имел в виду, но Яков говорит, ты что, как я могу такое сделать, а потому, что у меня нету Йосифа, нету Шимона, Бениамина, и я говорю, твои внуков, что на такое глупость говоришь, то есть, решение Рювена невероятное, он не думает говорить, поэтому Яков на это реагирует, говорит, ничего, не сойдет мой сын с вами, даже в этом слушать не хочет, вот такой Рювен, свините, как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на лужи отца своего, а сквернил, то восходишь на постель мою, что он сквернил, наши мудрецы говорят, Шимона, божественное присутствие, потом он сквернил, то есть, наши мудрецы говорят, не правы те, кто считает, что Рювен прелюбодействовал с Бирьей, дело в том, что этого он действительно не делал, но что он сделал, он или лег на пороге, помешал отцу входить в Бирьей, это после смерти Рахели, или он смял кровать, то есть, отец не мог в ней заходить, то есть, вмешался туда, куда им не положено, отец хорошо знал, когда ему, с кем ему спать, с какой женой спать, это только отец может знать и поступать, так как он считает нужным, но Рювен туда вмешался, куда ему не надо вмешиваться, и его поступок считается очень плохим, то есть, приравнивается его прелюбодеянию, поэтому Тора говорит, то есть, восходивший на постель, зашел на ложе отца, вот так вот, то есть, Рювен поэтому лишился первенства, первенства, хотя Тора после этого всего, когда это событие служили, создавали первенство, но потом мы читаем это в книге писания, Девреамин, что первенство ушло от Рювена и пришло оно к первицу Рахели Иосифу, вот так мы узнаем за этот поступок. Есть в живой Торе и другие мнения, что он все-таки с ней имел какие-то отношения, написано, что она ему всегда нравилась, и в этот день она была пьяная. Есть источник, где тоже берется такое тоже мнение есть. Теперь написано Шимон или братья, орудия грабежа свойственны им, не вступив с ними в сговор честь моя, в общем, душа моя не вступив в сговор не приснись с ним честь моя, ибо в гневе своем истребили волов, ибо прихоти своей убили людей, проклят гнев их, который силен, и ярости которых жестока, разделил бы их Якова и рассеял бы их в Израиле. То есть Яков глаз оставляет, видит пророчество, и он видит, что они с собой представляют, когда они соединяются, он знает, что они угробили шхем, и истребили волов, имеется ввиду, в данном случае Тора называет Йосифа волом, то это они виновны больше всех в продаже Йосифа, же он его бросил в яму, в общем, это ихния вина Шимона и Львии, поэтому Яков разделил бы их в Якове в семье, рассеял в Израиле и так и было. То есть ихния земли разделились, колено Львии получило 48 городов, разделилось на 48 городов в стране, а колено Шимона разбрелось по всему Израилю, и они были меломедами, учителями Торы. Вот так вот. И Яков их ни в коем случае не проклинает, он говорит проклят гнев их, который силен, ярости, которая жестока. Вот так вот. То есть прокляет их гнев, ярость, но ни в коем случае не их. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Михаил Ден Леви, Берта Бат Исрей, Павел Бен Ефим, Самый Лен Герш, Хая Малко Бат Йосиф, Роза Бат Михаэль, Памеке Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахум, Владир Бен Григорий, за здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перд Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двой Работ Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Войра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэйль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фера Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Сара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Мармен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Глара, Рафаэль Бен Глара, Хана Цебора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Маслым Браза Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бен Ури, Загросший Дух, Арон Ария Бен Двора, Диз Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Ария Лейбен Нариса, Арон Асай Берют, Лавир Мен Рая, Марина Бат Рая, Борис Вен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем цунка, Легкого поста, Всем браха, Арон Асакова, Масл, что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, Пусть закончится эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, она состоится завтра, В 15.30, Шалом!